Все россияне и многие в мире скорбят о гибели моряков на подлодке АЭС-31. Скорбим и мы. Но сейчас я хочу рассказать об этой секретной подлодке АЭС-31, то, что о ней известно в прессе. Итак, по материалам газеты «Комсомольская правда». Подводная лодка «Лошарик» АЭС-31. Характеристики и схема. Что известно о подводной лодке «Лошарик» АЭС-31? Публиковываем характеристики и схему. Подлодка АЭС-31, по ошибке ее до сих пор именовали АЭС-12, строго говоря, подлодкой не является. По военно-морской классификации она подходит как атомная глубоководная станция проекта 10-831. А все потому, что это то ли субмарина, то ли батискаф, но она не несет вооружение. Моряки прозвали лодку «Лошарик». Ее корпус состоит из шести шарообразных титановых отсеков, расположенных внутри удлиненного корпуса классической формы. Это придает конструкции сходство с персонажем советского мультфильма. Все, что связано с «Лошариком», строго засекречено. Ведь аналог подлодка «НР-1» есть только у ВМС США. Но «НР-1» устарела. Ее спустили на воду в 1969 году. К тому же американская серьезная уступает нашей станции в технических характеристиках. К примеру, «Лошарик» способен погружаться на глубину до шести километров, в то время как «НР-1» только на один километр. Отсутствие вооружения не делает АС-31 менее опасной. Наоборот, на недосягаемой для других глубине «Лошарик» способен разрушать размещенную на дне инфраструктуру, в том числе кабели, от которых зависит работа и интернета, и сетей связи военного назначения вероятного противника. В современной гибридной войне эта способность может оказаться более мощным оружием, нежели ракеты и бомбы. Кроме того, «Лошарик» может устанавливать глубоководные мины, в том числе, как пишут некоторые СМИ, мины с ядерным зарядом. Западных партнеров пугает и перспектива модернизации АС-31 таким образом, чтобы подлодка смогла передвигаться по дну на колесах. Может ли «Лошарик» ездить так сейчас, точно неизвестно, но у американской «НР-1» выдвижные колеса были, так что не исключено, есть они и у АС-31. Двигаясь на колесах, глубоководная станция может оставаться невидимой и для акустических, и для магнитометрических средств обнаружения. В Пентагоне всерьез опасаются, что «Лошарик» может незаметно подкрасться и заложить мину где-нибудь у Манхэттена. Впрочем, надо сказать, что АС-31 самостоятельно не может перемещаться на дальние расстояния. В действии ее доставляет специальная субмарина, носитель. По данным СМИ, сейчас эта задача возложена на АПЛ «Аренбург». О тактико-технических характеристиках «Лошарика» ввиду секретности известно мало. Как ранее сообщалось в СМИ, длина корпуса субмарины то ли 40 метров, то ли 60. Водоизмещение – 2000 тонн. Скорость хода в подводном положении – 40 узлов, 74 км в час. Экипаж – 25 человек, и это только офицеры. Запаса воздуха и продуктов достаточно на 2 месяца автономного плавания. Еще одна публикация на эту тему. АС-31 строили 20 лет, что известно о самой секретной подлодке российского флота. В 90-е проект заморозили. Проект создали еще в 80-е годы прошлого века в Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит». Строительство первого судна начали в 1988-м. Но в 90-е денег на передовые разработки не хватило, и стройку отложили до лучших времен. К тому времени практически были готовы блоки прочного корпуса лодки. Рассказал КП «Источник» на Северодвинском заводе «Севмаш», где и шло строительство лодки. Работы возобновились только в начале нулевых, а на воду аппарат спустили 5 августа 2003 года. Все работы велись в условиях строжайшей секретности, а на воду спускали подлодку ночью, говорит источник Капсомольской Прады. Тайной покрыта и повседневная работа, которая велась на подлодке. Формально АС-31 входит в состав Северного флота, но подчиняется Главному управлению глубоководных исследований, сокращенно ГУГИ, которое подотчетно не флотским командирам, а напрямую министру обороны. Проще говоря, это военная разведка. Неудивительно, что о людях, служащих на АС-31, известно крайне мало. В 2013 году вокруг офицеров ГУГИ разгорелся скандал. Счетная палата подсчитала, что тогдашний министр обороны Сердюков незаконно поднял зарплату гидронавтам, то есть тем, кто работает на больших глубинах, на небольших подводных аппаратах. Цифры из отчета ревизора впечатляли. Офицеры ГУГИ получали до 600 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, командир мотострелковой бригады на Дальнем Востоке получал порядка 80 тысяч рублей, а командир базы стратегических бомбардировщиков – около 180 тысяч рублей. В советские времена гидронавты тоже были на особым счету. За каждый час, проведенные на глубине свыше 500 метров, платили 3 рубля, вспоминал бывший офицер ВМФ Владимир Ашик. А вот пенсии назначали как у обычных подводников. Герои Арктики. Чтобы этот глубоководный аппарат мог свободно перемещаться, ему нужна подлодка-носитель. На судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске специально для АС-31 переделывали подлодку К-129. Ее конструкцию укрепили и демонтировали все шахты для баллистических ракет. Теперь это судно носит название БС-136 «Оренбург». Аппарат подлодки АС-31 крепится к носителю снизу. АС-31 может выполнять многие работы на большой глубине, в том числе использоваться в спасательных операциях, собирать обломки потерпевших крушения самолетов и кораблей и многое другое. Пожалуй, единственная миссия глубоководного аппарата, о которой мы знаем достоверно, это участие в масштабной арктической экспедиции 2012 года. Именно АС-31 добыл пробы из северной и южных частей хребта Менделеева. Изучив их, специалисты пришли к выводу, что породы идентичны основанию Новосибирских островов. Это стало доказательством того, что 1,2 миллиона квадратных километров подводных территорий – естественное продолжение континентального шельфа России. Читаем еще одну статью под названием «Подводную лодку Лошарик», на которой произошел пожар, готовили к выполнению ответственного задания. Военный обозреватель Илья Крамник в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, почему на секретном аппарате было так много высших офицеров. Что это за подлодка? Лодка этого типа – корабли специального назначения. Они отличаются не только характеристиками. В данном случае это большая глубина погружения при относительно небольших размерах, но и оборудованием. Вооружения как такового они не несут. Там нет торпеды, крылатых ракет и других систем поражения. Но есть множество оборудования, предназначенного для глубоководных работ, для запуска возможных необитаемых подводных аппаратов. Это позволяет лодке проводить различные разведывательные и специальные операции, работать на глубоководных коммуникациях в океане. Мы знаем, что континенты соединены по дну океана огромным количеством кабелей, по которым проходит информация, которые составляют физическую инфраструктуру сети интернет. Она может эти кабели разрушать, сажать на них системы перехвата информации, она может устанавливать собственные разведывательные системы, например, акустические, у военно-морских баз противника и выполнять другие задачи в военные, так и в мирное время. Вопрос. После трагедии возникла путаница с названием этого аппарата. Ответ. Эти корабли засекречены. Есть они у большинства крупных флотов. Отличаются между собой. Но так или иначе, они подготовлены для выполнения подобных задач. Вот одним из этих кораблей и была подлодка АС-31, известная под прозвищем Лошарик. АС-31 – это правильный индекс. АС-12, упоминаемый ранее, ошибочный. Название Лошарик – имя неофициальное. Это просто прижившееся прозвище. Оно связано с конструкцией лодки, которая представляет собой соединенные сферы, что позволяет за счет формы этих сфер выдерживать огромное давление на океанских глубинах. А сверху это все накрыто легким корпусом. Между легким корпусом и прочным там уже балластные цистерны и другое оборудование. Вопрос. Чем обуславливается такое количество капитанов первого ранга в экипаже? Все семь капитанов первого ранга не могли составлять экипаж по лодке. Не бывает таких экипажей с таким количеством высокопоставленных офицеров. Это очевидно была группа офицеров из разных подразделений. Такое может быть в случае, если на борту лодки находится какая-то комиссия или группа руководства учениями, или, возможно, группа по испытанию какого-то нового оборудования. Может быть, лодку готовили к выполнению какого-то ответственного задания. И эти специалисты в больших званиях с большими заслугами собрались проверять ее готовность. Или там проводилось испытание какого-то нового оборудования, которое они контролировали как специалисты. Или обработка какой-то новой тактики действия. И это требовало присутствия специалистов, которые могли бы тоже наблюдать за этими учениями для собственного опыта или для выдачи заключения по итогам. В обычное время не может быть столько высокопоставленных военных. Это означало выполнение какой-то задачи, требующей контроля большого количества специалистов, наблюдения или участия.